Добрый, добрый, добрый день всем еще раз, дорогие друзья, у микрофона друг, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию второго матча между командой Natus Fincer и Team Empire. Ну, первую игру Empire выиграли, причем такое ощущение, что выиграли на классе. Na'Vi смотрелись слегка невнятно, по пику был провал, было понятно, это было понятно где-то к середине игры, по началу не очень было ясно, но комба, которая, как мне кажется, планировалась у команды Na'Vi, не вырисовалась в итоге. В итоге НЧА оказалось бесполезной, в итоге Лешрак оказался более бесполезным, чем НЧА, хотя, казалось бы, Лешраку дали абсолютно все возможности для того, чтобы выформиться и превратиться в, я не знаю, в Жанна Клода Ван Дамма во всех его фильмах, разносить всех и вся. Хотя, по факту, Хвост убил двоих, а умер 6 или 7 раз, но смотрелось это на самом деле жалко. Ничего страшного. Команда Natus Fincer решила пойти иным способом. Теперь у них, я так понимаю, будет АОЕ какая-то. Комбам Магнуса взяли. Игроки команды Natus Fincer. Все это под кого? Сейчас узнаем. Лина в пике команды Natus Fincer. Визаж Бэйн. Есть кем контролить, есть кем держать, кого угодно. И удивительно, но факт. Команда Эмпайр забирает опять Гирокоптера. Natus Fincer забанили Брюмастера. Брюмастера в мету Эмпайр возвращают постоянно. И вчерашние матчи против Вичи Гейминг. Финал Дота 2 Чемпионс Лиг. Эмпайр выиграли по большей степени благодаря вообще крутейшему Бэйсмастеру от Резолюшена. Ну если ты банишь героя Резолюшена, то команда Эмпайр берет героя для Сайлента. Есть несколько вариантов развития для Эмпайр, потому что составчик мощный. Вот пожалуйста, Эмпайр сразу же забирают Гирокоптера... Гиропоптера? Гарри Поттера. Забирают Гирокоптера первым же пиком и у команды Natus Fincer, по-моему, опять появляются проблемы. Вайпер появляется в пике Эмпайр. Вайпер, скорее всего, для Резолюшена на Мидлейн. Шейкер. Обыкновенно Шейкер у команды Эмпайр идет на сложную линию и играет на нем Йоко. Сейчас вместо Йоко здесь Уба и Уба. Тайтхантером шел в сложную в прошлом матче. Вполне может быть, что пойдет и сейчас. В сложную на Шейкере попытается сделать команда Эмпайр некий Йоко-заменитель в своем составе. Natus Fincer. Забирают Сларга. Неплохой керри для Хвоста. Да, конечно, не антимаг. Безусловно, у нас тут весь чат горел, где антимаг передайте Хвосту, что антимаг никуда из доты не делся, его не убрали и не порезали. Ну, не берут. Natus Fincer. Ни антимага тебе, ни Вайда для Хвоста, ни Спектру. Дроу Рейнджер забанили Эмпайр и Свена тоже забанили. Остался Сларк, видимо, для Natus Fincer. Хорошо. Хотя была Спектра, был Войт. Ну, тут по данному пику, наверное, и не заходили. Дизраптор. Последним пиком для команды Эмпайр. В итоге Алоха Дэн забирает себе Дизраптора. Резолюшн берет себе Вайпера на мидлейн, как и планировалось. Гирокоптер берет опять Сайлента. Уба будет играть на Шейкере в сложный и Венжевл Спирит для Always One of Fly. Со стороны команды Natus Fincer. Фанник забирает себе Лину на сложную. Ух, приехали. Артстайл. Берет себе Бэйна Санейка. Будет играть на Визаже Дэнди. Магнусон на мидлейн. И Хвост забирает себе Сларка. Фанник будет играть на Лине. На это будет интересно посмотреть. Ну что, пожелаем командам удачи. В принципе, матч-то старенький. Матч уже сыгранный 5 мая. И кто его смотрел, кто знает результат, в принципе, понимает, что что-то здесь не так. В пике команды Na'Vi. Ладно, я этот матч специально не смотрел. Поэтому общий, конечно, результат я знаю. Но как будет протекать данный матч, понятия не имею ни малейшего. Вот. И было ли в данном Best of 3 3 матча, или все-таки 2 матча, тоже информации не владею специально. Не открывал статистику. Так что посмотрим, получится ли у Na'Vi одолеть команду Empire. Ну, если кто заспойлерит в чат, то проиграть вам все ближайшие 10 игр в доте. Все. Команда Empire забрала своих героев. Na'Vi тоже всех забрали. Куда-то у нас делся Uba. Uba еще не взял своего шейкера. Сейчас глянь. По расстановкам линии команды Na'Vi все, в общем-то, ясно. Тут игроки сами определили своим пиком, кто куда пойдет. Фаник на линии с Аркан Башкой отправится у нас на нижний лайн. Скорее всего, Хвост с Анейка и Артстайл. Я думаю, отправится на топ. Легкую линию. Хотя, может быть, Лина пойдет соло наверх. Непонятно. Пока что в пятером команда Na'Vi отправляется вниз. Во вражеский лес здесь могут встретиться с четырьмя героями команды Empire. Уже в сложную отправился Uba. Здесь есть шейкеру, чем заняться. Завардить поважнее, чем пофайтиться на руне или пофайтиться во вражеском лесу. Встреча может быть. Na'Vi под смоком, поэтому они готовы агрессивно врываться. Как я понимаю. У Магнуса, по-моему, тот самый имморталовский молоток. Да, так и есть. Молоток из компендиума, поэтому шок-вейвы у Дэнди должны быть веселенькие. Ну что, Найтмэр пошел от Артсайла. Алоха Дэнса видят. Хвост привязывает у нас Алоха Дэнса. Его бросают. Товарищи, бегите, я их задержу. Забирают у нас Алоха Дэнса на первых вообще секундах встречи. Игроки команды Na'Vi очень быстро. Артсайл показал, что примерно будет делать команда Na'Vi на линии. Это Найтмэр, это привязка и это слоу от визажа. А дальше плюй, не хочу. По идее, комбинация из трех героев очень даже дамажищая. Сларк уже отправился у нас на топ. Неужели хвоста в соло оставят? Остались на всякий случай здесь и Артсайл, и Фаник. Ну, рассказ тоже неплохой. Под Бэйна, под Найтмэр залетает все, что угодно. Либо это Лайтстрайк Эра и Лины, которым невозможно промазать при Найтмэре от Артстайла. Либо это Паунс от хвоста. Так, хвост у нас ловит фиссуру, выпрыгивает в собственный лес. И в итоге Сларк поживился баунтируной и отправился на собственную линию. И перетягивается к нему Санейка. 2-1-2 или я ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. Артстайл остается по сути у нас с Фаником. Будет через Найтмэр, Лайтстрайк Эра, а дальше Драгон Слейв. Огонь под ноги, задувка по голове. Ну и там Брейн Саппорт Артстайла, в принципе, контрольный будет. Дабла, в общем-то, хорошая, но не будем забывать, что здесь есть Трипла. Здесь есть Олвис Онофлай, который подставляется в любую абсолютно задницу. Вингу берут исключительно для того, чтобы она умирала вместо героев, на которых нападают. Поэтому Олвис Онофлай, если надо будет будить, будет будить Сайлента под Найтмэром. Посмотрим, узнаем. Ну и, конечно же, Олоха Дэнс, который куда угодно отправить сможет любого нападающего на Артстайл. Артстайл у нас сам в Найтмэре. Какой хитрый мув от Артстайла. Я не знаю, кого в Сон отправил. Скорее всего, отправили Вингу в Сон. И то ли автоатака Артстайл проверил у нас, того, кто смотрел Кошмары, то ли еще как-то. Это в итоге, когда я переключился, Артстайл стоял в собственном Найтмэре. Ладно, его личное дело. Резолюшн на Мидлейне. 6 на 2. Дэнди против него 4 на 0. Магнус через Шок Вейв, в принципе, здесь может фармить. Иначе вариантов никаких. Дэнди здесь от Резолюшн должен огребать. Гирокоптер в это время забирает у нас Лину. Где же был Артстайл? Артстайл пошел во вражеский лес. Пошел во вражеский лес. Фаника разменяли на пустое место. Фаник отдает 330 голды. Команде Эмпайр счет становится 1-1. По золоту Нави выигрывают 500. По экспириенсу скатываются вниз. И Эмпайр выходит вперед. Но там, в принципе, копейки. Хвост в Соло. Стоит на топ-лейне. Хвост стоит не просто в Соло. Хвост стоит на фрифарме. Ему не мешают. В это время Артстайл отдается еще и Дизраптору на лоу-граунде. Фаник помочь ничем не может. Сайлент за Фаником. Глимсует назад Фаника. Фаник тоже в таверну. Но это вопрос 1-2 секунд. Нет, Фаник убегает и будет отдаваться у нас Рохи. А может и не будет. Получилось все-таки у Линии отдаться Рошану. Счет становится 3-1. Я думаю, даже можно засчитать. Да, команда Эмпайр ничего не получила. Но факт остается фактом. Фаника загнали. Точно так же, как загнали здесь Артстайла. Артстайл смотрится жутковато в этой игре. Санейка не увидел Убу. Как это возможно было? Да, это было возможно. Это возможно. Санейка не видит Шейкера. А теперь видит. А теперь не видит. Какая занимательная игра. Шейкер у нас старается размансовать в кустах против Санейка. Ну и разворот на Санейка. Хвост по фарму. 18 на 3. Первое место. Сразу же за ним идет Резолюшн на Вайпере. 16 на 7. После него Сайлент на Гирокоптере. 12 на 4. И после уже идет Дэнди, у которого 10 на 1 Крипстат. 3-1 общий счет. Команда Империя в принципе должна впереди быть. По Золоту так и есть. И по Экспириенсу тоже Эмпайр впереди. По Нетворцу. Первые два места для команды Эмпайр. Немножко отстает Сларк. Ну в принципе это вопрос одного-двух крипов. Тут Сларк не должен сильно проседать по фарму. Мидлейн для команды Нави. Немножко плоховастенький. Дэнди 12 на 1. В это время у Вайпера 22 на 8. Дэнди не сильно отстает по общему фарму. Но при этом Дэнди 4-го левела, а Вайпер уже 5-й с половиной. Как появится Вайпер Страйк, там постоянное будет издевательство над Магнусом. Да и сейчас пользуясь на так вот Вайперам уже дикие неприятности доставляет у нас мидеру команды Нави. Санейка в Инвизе. На Резолюшн может быть выход, хотя Дэнди на Лоу ХП. На Лоу ХП здесь Незертоксин в 3 вкачан. Лина в это время у нас забирает Дезраптора. И там же умирает Венга. Я так понимаю от Артстайла теперь. Нет, Лина забрала у нас Венгу. Лина на Лоу ХП. 6 ХП у Фанника. Санейк в это время забирает Артстайла. Что делать Фаннику? Отдаваться крипам. Фиссура еле-еле... Точнее, еле-еле, а чуть-чуть не хватило Уби, чтобы Фиссурой забрать Лину. Промазал он Фиссурой. Назад возвращает Санейка в это время на мидлейне. Санейка под Сандерстрайком. Санейка разваливается. Плевок в Резолюшн, но это себе дороже. Алоха Дэн забирает очередной фраг для команды Эмпайр. Файты нон-стоп, файты на разных частях карты, как было и в прошлой игре. Ну и что? Игра повторяется, и я так понимаю по результатику, игра повторяется абсолютно полностью. Команда Эмпайр сейчас давит. Вроде бы Нави неплохо себя чувствует по золоту, где-то к нолю графики стремятся. Но по Экспе Эмпайр уже выигрывает 500. А на пятой минуте 500 экспириенсов это действительно много. Потому что Экспе падает меньше, чем денег на ранних левелах. Поэтому понимаете, что 500 это плюс. Это где-то плюс половины левела на каждом... на каждом персонаже. Гирокоптер забирает Лину на нижнем лане. Артстайл на лоу хп через Брейнсап отправляет в таверну на Сулвейсона Флая. Ну и Дэнди здесь. Пошел от Дэнди Риверс Полярити в Сайлент. Офиссурой закрывают Дэнди и Дэнди на лоу хп. Сайлент Найт Мэри. Будет Сайлент, а Сайлент уходит отсюда и в принципе живой. Ну и Санейка из Кенетик Филда чудом каким-то уходит. Маны не хватает на Сандер Страйк Алоха Дэнса. Так бы у нас и Визаж отправился в таверну. 7-4. Файт закончился без фрагов. Прилетает сюда Лина. Фаник кому-то что-то должен принести. Нет, Дэнди у нас не выхиливают. Дэнди ловит фиссуру. И кстати, Дэнди может отхватить здесь от Сайлента. Даже без Рокет Баража. Все, Дэнди у нас уже с батлом. Дэнди отпивается и уходит на центральную линию. Файт закончился без фрагов. И посмотрите, Эмпайр вроде бы ярче, вроде бы сильнее. Вроде бы добились в последнее время гораздо большего. Да не просто гораздо большего, а абсолютно большего. Потому что Нави вообще в последнее время ничего не выигрывали. И тем не менее, посмотрите на народную любовь. Пенанты Нави. 3240. И 340 у Эмпайр. Любят Нави как ни крутить. Ну а почему бы и не любить? Коллективчик-то знатный. Нави 250 выигрывают по золоту. По экспириенсу 300 тоже для Нави. Ну вот это вот известная и нашумевшая способность Нави перефармливать в любой вообще игре, при любом раскладе. Перефармливать соперника. Она и здесь есть. Нави продолжают по экспириенсу выигрывать. По золоту тоже выигрывать. Это при том, что проигрывают 7-4 своим оппонентам. Но Эмпайр не сильно отстает от Нави. То есть где-то приблизительно, я думаю, что может прогреметь команда Империя на этом интернешнале примерно так, как Нави на первых двух. Но если и не так, то близко к этому. Хотя бы в призы, конечно, Эмпайр, если будут на призы какие-то претендовать, это уже будет плюс. То есть в четверку, в пятерку войти было бы вообще великолепно. Это задача максимум, наверное, для команды Эмпайр. Конечно, хочется верить в победу команды Эмпайр. Ну, знаете, иногда хочется и в единорогов верить, и в фей зубных. Много каких-то вещей, которые хорошо, если были бы. Ну, будет прекрасно, если Эмпайр войдут у нас хотя бы в тройку на интернешнале. Будем топить безусловно. Ну и, конечно, с удовольствием понаблюдал бы я, да и думаю, все за Нави, которые смогут выиграть себе еще одно место на интернешнале и поучаствовать в пятом Инте на хорошем должном уровне. В том составчике, кстати, не в том, но в близком составчике к Интернешналу первому. Нави выигрывает тысячу по золоту, Нави выигрывает 500 по Экспириенсу. Ну и продолжает фармить. Хвост по-прежнему первый у нас по Крепстату. По Нетворцу Хвост тоже на первом месте. 4200 для него, 3700 у Резолюшена на Мидлейне и Сайлент 3400. Дэнди дальше 2900. Не сильно проседает Магнус по фарму. Могло быть и хуже, и Магнус что-то себе должен нанести. Нет, Дэнди просто Боттл себе несет. У Дэнди есть Мэджик Вонт, есть Аркан Буци и есть Боттл 300 голды на руках. В Курьере кроме Боттл ничего и нет. У Сларка в это время уже есть Пауэр Трэдс, уже есть Хэнд оф Мидас, почти 9 левел для Хвоста. Дарк Пэкт 4 левела, поэтому фарм по лесу более-менее комфортный для Сларка. Подошел, дал Дарк Пэкт, отошел, похилился. Схема абсолютно простая, схема рабочая, схема полезная для Сларка вообще в любой игре. И уйдя в леса дает возможность Визажуна собирать себе 6 левел, получить экспириенс. Тут немного совсем остается Санейка. Получить 6 левел, наконец-то вкачать фамильяров и в полной мере реализовать комбинацию команды Нави. Магнус от Дэнди, 8 левел только-только получает. Резолюшн, в свою очередь, почти 9 левела. Ловит у нас Арт Стайла в своем лесу игроки команды Эмпайра. Арт Стайла отправляется в таверну. Первый фраг для Вайпера. Первый фраг для мидлейн Вайпера и Вайпер приближается к воступу фарма. 4400 у Резолюшена, 4900 у Сларка. На нижнем лайне ловят у нас Убу, ну и только Резолюшн забирает фраг. Нашли чем отвечать игроки команды Нави. И сразу же хвост вместе с визажом забирает на топ-лейне Шейкера. 8500, 1000 плюс Нави по золоту и почти 2000 по экспириенсу. Нави не собираются отдавать эту игру. Но они не собирались и прошлое отдавать по сути. Просто так получилось. Сайлент мультиспауны в лесу забирает для себя. И Сайлент в принципе по фарму уже где-то близко к хвосту. Он уже обогнал Резолюшена. Ну и неудивительно. На Сайлента работает вся команда. На Резолюшена работает только Резолюшен. Поэтому понятное дело, что Сайлент рано или поздно обгонит всех в своей тиме. И если все будет в порядке, то Герокоптер, конечно же, Сларка перефармит. Там Флэк Кэнон чудеса творит. Это даже помощнее, чем тот же Дарк Пэкт. Не надо тратить ХП, не надо тратить много времени. Еще руками добивать того, кого этот Дарк Пэкт трехстами урона не снесет. Вот Флэк Кэнон, в общем-то, вещь под действием. Не только в фарме, но и в файте тоже. А в фарме так тем более. Команды как-то немножко затихли. Нави теряют постепенно свое преимущество. С двух тысяч по экспириенсу до тысячи четырехсот скатились. И по золоту возвращаются. На тысячу и полторы тысячи по экспе после обновления графиков. На мидлейн перетягивается команда Эмпайр. Дэнди просто на куски разорвало. Кенетик Филд, Алоха Дэнс дает статик Шторм под ноги. Кулдаун от Сайлента, Дабл Килл от Сайлента. Просто через Флэк Кэнон еще и Арт Стайлу здесь досталось. Минус два делает команда Эмпайр. Десять пятеней начинают выигрывать. И Тауэр в мидлейне сто процентов падает для Империи. А дальше можно и на Т2 пойти, пока нет Магнуса. Можно попробовать забрать. Десять секунд, не рискнули Эмпайр. Отходят. На собственные позиции и все, пожалуйста. По Галде Импайр уже впереди. Четыреста по экспириенсу отыгрывают чуть более тысячи у команды Натус Винцер. Нави пока внятных мувов каких-то не производят. Сларк собирает себе Шадоу Блейд. Пока не будет Шадоу Блейд у хвоста, я так понимаю, на линиях. Мы его не увидим. В файтах тоже присутствовать у нас не будет Сларк. Ну, ждем, ждем, ждем. Хвост, в принципе, главная ударная сила команды Нави. Да, там отправили Фаника набирать экспириенс в сложной. Но пока Фаник выглядит неалет. Четыре смерти на 13-й минуте многовато для Лины, у которой чудовищно огромный рейндж. Атаки, у которой нормальный мувспид, благодаря фейсбутсам, которая может и убить за счет борзу с дэмэджа и отброситься станом, если за ней гонится. Тем не менее, Лина понаподставляла здесь более чем позволительно. Под смоком команда Эмпайр. На нижнем лайне 4 ТП сразу вниз. Сразу вниз. И что? Резолюшн может начинать цеплять Фаника. В кусты все под смоками. Никого команда Нави не увидела. Если звук ТП слышала, это хорошо. Но, по сути, никого не видят. Сайлент на линию еще не выходит. Все, выходит на линию. Падает смок у нас с команды Эмпайр. И поворот не туда, а тубы. Фаник в итоге у нас делает ТП-аут. Все. Весь мув команды Эмпайр закончился, так и не начавшись. По голде Эмпайр выигрывают 900, по экспириенсу 400. И, тем не менее, по экспириенсу 400 выигрывают Нави. Но, тем не менее, Эмпайр в ноль вообще отправляет все старания команды Нави по фарму. Ну, ждем. У Сларка появился Shadow Blade. Не так давно хвост. Сейчас, в принципе, может его продемонстрировать. От Нави уже стоит Центри Вард. Если что, прочекать, что там команда Эмпайр решила по Вижену себя организовать. Ничего от Эмпайр нет по Вижену. Центриков я здесь не вижу. Есть обсерв от команды Нави в лесу. Команды Империи. Империя смелела. Империя вообще ничего толком не юзает. Алоха Дэнс на хвоста. Дарк Пэк, Стадик Шторм под ноги. Кинетик Филд тут даже под ноги. И все. Расказ от Сайлента. Все это так просто-просто делается. Вот команда Эмпайр. Один ульт от Алоха Дэнс. Второй ульт от Сайлента. И бедняга Хвост отправляется в таверну. Еще и Арт Стайлу наплевали. Четвертый Незер Токсин. Третий, точнее, Незер Токсин от Вайпера. Арт Стайл просто не вывозит. Просто не хватает ХП. Фаник. Ловит Стан еще и от Винги. Монстр Килл от Герокоптера. Трипл Килл в этом файте. 15 минут сыграно. И что-то Нави поплыли. Да, полетела Дота в неизвестном направлении. Все это в пользу команды Эмпайр. Уже 4000 голда и 2000 экспириенс. Т2 по нижнему лайну падает. После этого Эмпайр, скорее всего, переместятся на топ лейн. Там точно так же заманчиво стоит Т1, который просит, чтобы его снесли. Убей меня. Ну и Нави позволяют это сделать с собой. Эмпайр не стесняются. Нави так Нави окей. Эмпайр, правда, выглядит сильнее. И по пику сейчас Нави смотрится тоже не совсем понятно. Что примерно думал себе хвост, врываясь на сларки в Алоха Дэнса, зная, что где-то недалеко Сайлент, мне не ясно. Может быть, думал, что поможет кто-нибудь из тиммейтов. Например, Фанни, когда слайдстрайкерой сразу же под ноги до появления стадик-шторма. Но верить в то, что у Алоха Дэнс, я не знаю, мелкая моторика рук плохо развита, ну не стоит. Алоха Дэнс, опять кинетик-филл под ноги, но здесь хвоста хватает. В принципе, ловят у нас Сайлента. Дэнди РП не тратят, Сайлента должны и так забирать Сайлент. Сайлент, кстати, нехило-то несется, плевок в спину от визажа, Сайлент не уходит. Шейкер у нас отбрасывается фиссурой, стопит здесь хвоста, у хвоста паунс через секунду. Прыжок от хвоста, привязка по убе, ну здесь маны даже на тотем нету. Шейкером минус 3 делает Нави. 14-8 становится счет, файт-рекап нам первые два фрага не показывает, но они были и по графикам сейчас мы с вами этого прекрасно увидим. РП не потратил Магнус в этом файте и это безусловный плюс. Сейчас Дэнди неплохо было бы дополучать себе 11-й левел, прокачать вторую РПшку, а потом можно было бы и файтиться. Сайлент через 12 секунд. У Нави мало времени на то, чтобы убить Рошана, но под медалькой при помощи визажа с фамильярами можно попробовать развалить. Санэйка. Выходи и дерись, Санэйка. Стадик Шторм под ноги, хвост на лоу хп, Олвису на флай, пошел бить Рошана, высвапывает у нас Санэйка. Санэйка на лоу хп, Артстайл умирает. Ульда пошла от Дэнди в Олвису на флай и Олвису на флай чуть ли в соло у нас Магнуса не разобрал. Рошан по-прежнему стоит. Сайлент уже здесь. Ну и все, и минус хвост. Минус 3 делает команда Эмпайр, теряет только Вингу, которая была создана для смерти. Эмпайр отжимают Рошана у команды, Нави. Забирают Аэгис. Для кого? Не для кого визаж убивает Аэгис с фамильярами. Какие хитрые фамильяры. Да, так не достанься же ты никому. Какие-то разборочки в стиле 90-х. Отжимали киоск, отжимали и тут на тебе, Нави, напоследок сожгли его. Так не достанься же ты никому. В итоге Аэгис не достался никому, но Роху забрали у нас. Игроки команды Эмпайр, Экспириенс, Золото, Эмпайр получили. И по графикам вы видите, что происходит. 5000 золота и по Экспириенсу 3000 для коллектива Эмпайр. 17-9 общий счет. Империя впереди. Все у них хорошо, все у них нормально. Возвращают у нас Дэнди. Кинетик фил. Дэнди. Дэнди без Кьюра. Под ноги. Или по голове. Куда там? Я даже не знаю. Кулдаун от Сайлента. Минус Дэнди. Визаж на лох ЭП, Санейка мог бы плюнуть. Просто не в кого. Артстайл на отходе дает Найтмэр по Сайленту. Неужели Брейнсап тебе еще нужен? Нет, с руки решил драться. Хвост уже здесь. Сайлента забирают. Высвапывают Сайлента. Плевок долетает от Визажа. Келлинг Спри, Стрик забирает себе Визаж и умирает в этом же файте Бэйн у нас. Артстайл постоянно фидит. Что делает Артстайл? Нон-стоп фид от Артстайла. Дико, конечно, это смотрится. Но с другой стороны, что поделать? Такая игра. 1-7-7 счет у Бэйна. И это капитан, это Артстайл. Это тот, кто вообще не умирал у нас раньше. А если умирал, то троих с собой забирал на тот свет. А теперь Артстайл играет на саппортах. Теперь Артстайл живая мишень для команды соперника. Соперника, любого соперника команды Na'Vi. По голде Empire выигрывает 5000, по экспириенсу 2500. Сайлента забрали, это безусловный плюс. И забрали Дизраптора от Алоха Дэнс. Тоже, кстати, дико неприятная вещь. Дизраптор в руках Алоха Дэнс. Вообще, что я наблюдаю касательно команды Empire? А тенденция такова, что Empire примерно повторяют путь команды Na'Vi. Где-то там с двухлетней, трехлетней задержкой. У команды Empire появляются герои, которых не дают им пикать. Которые получаются на ура. Это Beastmaster на Midlane для Resolution. Это, допустим, саппорт. Вот, саппорт Дизраптор для Алоха Дэнса. Рубик для Алоха Дэнса. Которого боятся просто давать в руки команде Империя. Это Шейкер для Йоку. Которого практически, ну, умные команды стараются не давать в руки. Вот. Ну и это несколько героев Сайлента. В частности, Гирокоптер. Не знаю, почему Na'Vi его не банят. Вот. Которого просто банят и тратят целый слот бана на данных героев. Ладно, потом статистика. Артстайл у нас отъехал в таверну. Дэнди в таверну под статик-штормом. Налог ЭП Лина Лина в таверну. И Визаж, единственный везучек в данном файте, смог отъехать у нас не по вражескому принуждению, а по своим силам отправиться на ТП под фонтан. Так вот. Как раньше банили у нас против Дэнди, например. Того же Пуджа. Целый слот тратили. Как банили, я не знаю, против Хвоста. Антимага или Гирокоптера против Хвоста. Примерно та же тенденция наблюдается и с соперниками команды Эмпайр. Есть 2-3 героя на ключевых игроков команды Эмпайр. А их ключевых тут минимум 4 из 5. На которых очень много сил, времени и нервов тратят соперники. А если не тратят, то вот вам результат. Нави проигрывает. Не просто проигрывает, Нави горит в данном матче. 6 тысяч золота. 4 с лишним. Экспириенс в пользу команды Империя. Хвост врывается в Алоха Дэнс. Алоха Дэнс здесь без статик шторма. Кинетик Филл под ноги. Эхо слэма Туба. Вот вам Йока Шейкер. Хвоста тоже здесь ловят. Хвоста отсюда не отпускают. Напали на Алоха Дэнс. Думали сладкая булка. Начали раскусывать там напильник. Так, по сути, команда Нави сейчас дала понять, что и себе, я думаю, и соперникам, что в принципе, если выигрывать в этом матче, то только по какому-то вопиющему везению. Дабла из Магнуса и Сларка, это мейн керри и мидер команды Нави, те, кто больше всех фармили, не способны убить саппорта плюс саппорта. То есть вовремя ворвался Шейкер с даггером, дал их от слэм под ноги, там уже статик шторм откатился и все. И команда, то есть главные действующие лица команды Нави, не дееспособны. Все это из-за перефарма. Перефарма, причем дикого. Сайлент 13.5, у хвоста в это время 10.300. Сларк с Shadow Blade Dome. Сларк выходит у нас в итоге в БКБ. Сколько до этого БКБ еще непонятно. А вот у гирокоптера БКБ уже имеется 9-секундный. Есть. Доминатор для Сайлента. Есть. Сэнджин Яша. Короче говоря, близко вообще не подходить к гирокоптеру. Это опасно для здоровья. Фанник с барабанами, фанник с фейсбутцами. Это Лина. Это Лина. Смотрится это не алло вообще. У Вайпера появляется Аганим. И Аганим еще у кого-то там появился. Я не увидел. Или увидел у кого-то там появился Аганим. Бэйн нет. Магнус какой-то Аганим. Забудь вообще. Наверное, у Вайпера появился Аганим. Но 2 200 еще сверху. Ладно. По-моему, только-только у кого-то появился Аганим. Если я, конечно, не сильно плужу. 10 000 империя по золоту. И 7 500 по экспириенсу. Нави вернитесь. Алоха Дэнс на мид лейн. Не боится Дэнди. Не боится мидера. Выходит в соло. И опять же, недалеко здесь уба на шейкере. Возвращают назад у нас Дэнди. Все. Статик Шторм под ноги. Справятся, в принципе, и без Вайпера. Вайпер просто подошел здесь полакомиться. Магнусятина и забрал. Дэнди отправил его в таверну уже шестой раз. 0-6 мид лейн Магнус Дэнди. Ай-яй-яй-яй-яй. Я представляю, как Данил Седой сидит за компьютером. И не понимает, что случилось с Нави. Верните. Верните все, как было. Вернулся Артстайл. И, может быть, соперник не самой удачной империи. Но Нави смотрится плохо. Нави смотрится невзрачно. Ну и, скорее всего, просто не по зубам сейчас империя данному Нави составу. Не самому сыгранному. Пожалуй, сильному. По кадровому составу Нави, конечно, чертовски сильны. Тут топ игроки СНГ. То есть 5 игроков, которые точно в топ-20 СНГ-шных героев входят. СНГ-шных игроков. Но сыгранности у Нави, как таковой, не наблюдается. Вернулся Артстайл. А комбинации не вернулись. Вернулся Артстайл. И свое прежнее место занять, по сути, не может. Потому что там стоит Дэнди на мидлейне. Хвост фармит. Дэнди стоит на миде. Артстайл вынужден играть на архитичных героях. Либо это НЧА, либо это в данном случае Бэйн. И вот вам такой Артстайл 1.8.7. У Артстайла и раньше на 24-й минуте могло быть 8 смертей. Но при этом у него было порядка 15-16 киллов. Потому что он в любой ад вообще врывался без печали. А здесь нельзя врываться. Куда ты на Бэйне ворвешься? У тебя 900 хп и из артефактов серьезных у тебя вард только. Вард с Magic Stick'ом. Ну, кое-как на Меку насобирал себе Артстайл. Так, появляется у Санейка в это время Аганим. И сразу же Аганим прилетает к Дезраптору. И до этого Алоха Дэнс со своим Статик Штормом был дико неприятен для команды Нави. Что теперь будет с командой Нави, я думаю, вы понимаете. Теперь нельзя провязать, например, Шадоу Блейд. Нельзя провязать БКБ. Хвосту нельзя провязать... Не знаю, вообще ничего нельзя. Меку нельзя Бэйну провязать. Потому что блочит артефакты. Блочит артефакты Статик Шторм Дезраптора с Аганимом. То есть даже инвентарь команды Нави становится бесполезным. Но Алоха Дэнс на Дезрапторе это просто какая-то чума, которая падает на голову любой команде. Это неприятность абсолютная. Саппорт просто дичайший. Да, тут, скорее всего, дается в... Ну, стоит учитывать, что Алоха Дэнс-то изначально играл не в роли фулл-саппорта. Алоха Дэнс изначально у нас был героем фармящим. И оффлейн, если я не ошибаюсь, был. Вот. Поэтому и стиль игры этого саппорта не такой уж и саппортящий. То есть саппортит, конечно, он на ура, но при этом умудряется еще и разворачивать. И наклонять любого соперника. Санэйка на лоу хп. Дал замедление по Убе, пытается сделать отсюда тэп-аут. Вряд ли у него это получится. Хотя нет, все получается. Ну и теперь Убу будут здесь пытаться загонять игроки команды Нави. С подстатик Шторма выходит у нас Фаник. Хвост под БКБ за Алоха Дэнсом. По-любоку от Резолюшена и половину хп теряет Хвост. Хвосту сложно. Если бы не Дарк Пакт, Хвост вообще здесь бы отбросил копыта. Уезжает отсюда Хвост. Убегает, точнее. Убивают в итоге у нас Лину. Убивают у нас в очередной раз Арт Стайла. Минус 2 делает команда Эмпайр. Готовы заходить на хайграунд. 13 тысяч по голде они выигрывают. И по экспириенсу 12 тысяч тоже для коллектива Эмпайр. Ну и Хвосту что делает? Стоять смотреть как дом его ломает. И ничего собственно. Ордер получен. Команда Эмпайр имеет огромнейшее преимущество. По золоту 13 тысяч на 27 минуте. И по экспириенсу 12 тысяч. Хвост пошел в соло разваливать Шейкера. Шейкер в Глимеркейп. Все. Шейкер уходит отсюда. И Хвост дальше. По Always on a Fly начинает нарезать. Ну все. У Хвоста заканчивается Shadow Dance. Always on a Fly живой. Хвост мертвый. Пара-бара-бам. Санейка тоже отправляется в таверну. 31-12. Ну более унижение для команды Na'Vi. Непонятно как справляться с данной империей. Непонятно как справляться с данной империей команде Na'Vi данной. Опять к 27 минуте становится более-менее очевидно, что пик проигран. Что бить по сути некому. Ну да, вот РП, кстати, от Дэнди. Очень крутой. И туда же раскаст. И вот здесь Уба. И вот Static Storm под ноги. И вот Kinetic Field. И Silence на Сларка. И Static Storm с Аганимом под ноги. И это Team Wipe от команды Empire. Крутой РП от Magnus. Мы его ждали. Мы его дождались. Правда, он абсолютно бесполезный. По количеству великолепно все. По качеству полный ноль. Собрал троих. Эти три развернулись и развалились. Сначала Дэнди, а потом всю команду Na'Vi. Ну что, поздравляем команду Empire с уже прошедшей победой. Которую давным-давно Империя уже, я думаю, отметила. И у которой уже голова переболела. И восстановились они. Там еще были победы гораздо громче, чем просто победы в групповом этапе над командой Na'Vi. Ну, факт остается фактом. Empire сильнее Na'Vi. Na'Vi пока что не набрали оптимальную форму. И будет великолепно, если они к началу квалификации европейского дивизиона International. International наберут эту форму. Хотя бы форму двух-трех последних лет. И смогут пробраться на International. И там уже с Empire подерутся так подерутся. Ладно, у нас небольшая пауза. Пауза в районе 5-10 минут. Где-то 5-10 минут. Следующий матч на повестке у нас Na'Vi против команды Alliance. Посмотрим, как там Бульдог вернулся в состав. Арт-стайла вернули. Пора возвращать Бульдога. Бульдога тоже вернули. И глянем, как будет выглядеть Na'Vi против Alliance. Это все та же Dream League. Это уже прошедшие давным-давно матчи. Которые нам в силу разных причин не удалось постримить. Вот. Не переключайтесь. Не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь туда. Задавайте свои вопросы в личку. Мне там же. Я в администрации. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал Twitch. Это даже важнее, чем группа ВКонтакте. И канал YouTube у нас тоже есть. Вообще, не забудьте класснуть там, там и там. Не убудет с вас. А нам очень даже приятно будет. Напомню еще раз. В студии Агрокам ТВ у микрофона друг. До связи через 10 минут. Здесь же, на этом же канале. Матчи этого же турнира. Опять Na'Vi. На этот раз против команды Alliance. Агрокам ТВ